Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь. И, наконец-то, мы теперь в новой карьере, которая у нас берет свой исток, начало свое с Фифы 17. В Фифе 17 мы начинали с вами в карьере за тренера Краснодара. Мы тогда делали карьеру за Краснодар, выиграли с вами чемпионат, кубок России, выиграли даже Лигу Европы. Дальше, в Фифе 18 мы с вами тренировали футбольный клуб Ювентус с Крещано Роналдо, выиграли чемпионат, кубок Италии, к сожалению, мы не выиграли, но выиграли Лигу Чемпионов. В Фифе 19 мы не запускали такого рода карьеру, но также мы еще были тренером сборной Италии в карьере за Ювентус и дошли там вроде до четвертьфинала, либо до полфинала чемпионата мира, к сожалению. Вот, ну и потом в Фифе 20 мы были тренером футбольного клуба Барселона и тренером сборной России в одном сейве, так сказать. Теперь у нас про Evolution Soccer и, как вы уже поняли, по названию и обложке мы начинаем в английской премьер-лиге за футбольный клуб. Мой самый любимый футбольный клуб в Англии это Манчестер Юнайтед. Вот, интересная действительно команда. Ну что же, теперь тренер. Ну здесь, мне кажется, надо брать Гигза. Ну, здесь без шансов, мне кажется. Посмотрим насчет чего костюмчиков, что ему идет. Я даже не знаю, да ему как-то и вот это вот больше идет, мне так кажется. Вот, так что Ryan Giggs теперь будет. Я даже не знаю, давайте в фунтах тогда, раз мы все-таки в Англии, и профессионала мы поставим. Вот такие вот пока что у нас задания. Ну что же, погнали. Загрузка есть. Я установил самый последний патч. Мне кажется, он самый нормальный такой. Там у Bundesliga есть все логотипы в Championship, все логотипы в APL, кино, все понятно. Абсолютно все топ-5 лиг лицензированы теперь у нас. Как бы, вот такие дела. Все, эту заставку мы, естественно, пропускаем, потому что там ничего абсолютно интересного. И сейчас нас опять будут знакомить с командой, сейчас пресс-конференция. Нет, это цель, ну окей, настройки целей. После, значит, будет пресс-конференция. Что от нас ждет? Как насчет того, чтобы попасть, попытаться выиграть лигу? Я согласен. Я согласен, нам надо выигрывать наконец-то. Мы сохраняем шансы на победу в Кубке Англии. Мы стать чемпионами лиги для нас важнее. Странно. Манчестер вроде должен сейчас участвовать в Лиге чемпионов еще в этом сезоне. Не знаю, как проэволюшн, но сейчас мы глянем на это все-таки. Вот, сзади у нас теперь, как видите, полный, как Манчестер, это глобальный партнер проэволюшн-сокер. И у нас сзади есть спонсоры Кохлер, Адидас. Вон даже эмблемки МЮ есть. Все такое так. Является ли назначение в этом клубе венцом вашей карьеры? Это величайший момент в моей футбольной карьере. Мы вот так вот ответим за Райана Гигза. К сожалению, да, Сульшара вот тут уволили. Я хочу устроить шоу, мы еще вот так вот скажем. И все. У нас есть, друзья, предсезонный турнир. Но мы будем с вами отыгрывать по... Так, извиняюсь. Вот. Мы будем с вами отыгрывать в каждом выпуске по три матча. Так что у нас здесь сейчас практически уже стартует предсезонный турнир. Вот тут против Баварии, Интер, Фиорентины. Вы пишите в комментариях, кого вы хотите на подписание в Манчестер Юнайтед. Болельщики, я надеюсь, Манчестер Юнайтеда к нам, естественно, сейчас подтянутся. Ну что же, давайте. Цели в сезоне неинтересны. Вот. Финальная игра у нас. То есть три тура. Здесь не так, как предсезонный турнир в ФиФе. Все. Я тут понял. Управление бюджетом. Пыры-пыры-пыры-пыры. Ну это все понятно. Итак, я захожу в... Давайте план игры сначала. И мы посмотрим. Давид ДХ 88. Наоборот, это отлично. Магуайр, Линделев, Фосфуменцах. До свидания. Слева у нас шоу стоит. Так, я здесь немножко еще гляну. Ван Дебек. Не знаю, что будет, если я сейчас поставлю вместо Ван Дебека Мактонин. Ну так. 82 так и остается. Ван Дебек 77-м становится. А если я немножко подвину Бруно Фернандеша к Джеймсу сюда немножко. И Ван Дебека вот сюда. Поставлю вот так. Вот Апагба. Ну вот сюда вот прям в центр пойдет. Вот так вот, мне кажется, будет интересно. Смотрим на скамейку запасных. Такой себе, если честно. Будем мы сейчас отталкиваться от абсолютно всего. То есть будем сейчас чистить состав абсолютно. Чтобы нам никто не тратил много зарплаты. Вот Санчеса уже здесь, естественно, от него избавились. Отдали его в интер в аренду. Но вроде как его теперь выкупили. Это вообще отлично. Будем сейчас, естественно, наблюдать, что да как нам кого здесь убирать. Кого-то мы действительно может быть в аренду. Поздаем. Вот такие вот дела. Итак, до лота на 76-й. Фосуменца 74-й. Поэтому мы убираем вот так вот. Потому что оставим на скамейке только самых лучших. Все получается. Сейчас мы заходим в переговоры. У нас 130 миллионов, друзья, именно фунтов. Это вообще классно. Моя команда. И сортируем. Давайте по позиции. Вот так вот. Давид Дехея и Хендерсон. Вот у нас два голкипера. Итак, вы посмотрите, где вот зарплата 11,5 миллионов у Дехея. Ромеро мы выставляем на трансер. Гранта мы тоже выставляем на трансер. Двух возрастных голкиперов МЮ мы убираем. Магуайр, Лендлев. Смолинг, Бали у нас остаются. Так, Джонсу 28, Смолингу 31. Типа рейтинг у них абсолютно разный. Поэтому я Джонса продаю. Типа вообще не вижу смысла его держать. Туанзеби, он молодой, там сильно 23. Нормально. Поэтому я всяких вот таких вот молодых игроков, которые еще что-нибудь да и раскроются, я сдавать буду только в аренды. Не буду никуда, ладно, там продавать их. Ну да, здесь у нас центральные защитники чисто остались. Это именно прям молодняк такой. Поэтому они у меня не будут получать уж точно в первом сезоне практику. Я не знаю. У нас, скорее всего, будет только один сезон за Манчестер Юнайтед. Там не знаю, как вы поддержите, не поддержите дальше. Поэтому будем дальше тоже насчет этого смотреть. Фосуменцах 22 года. Пусть в аренде поиграет. Лайер 19 тоже тогда. Вот. Именно прям возрастных мы будем убирать. А у меня есть ОПЗшник. Матич. Возраст мы тоже будем убирать. Прям сильно такой. На 32 это уже хорош. Гарнера мы оставляем. Потому что сейчас я буду искать тогда хорошего ОПЗшника себе в команду. Если что. Но, как вы поняли, я не играю с ОПЗшником. Потому что я сейчас с опорником не буду играть. У меня, получается, два цапника. Это Ван Дебек и Бруно Фернандеш. И в центре поля, так сказать, Пагба. Будет подчищать, если что. Но, также, у меня есть вот Мактомин. Он ОПЗшника тоже очень хорошо играет. Я сейчас посмотрю, меняется ли у него рейтинг. И, если что, насчет этого мы решим. Получается, Гарнер и Мактомин у нас в цапнике. Вот. Так, ты что у нас за парень такой? 19 лет. Пожалуйста, иди в аренду. Галбрайт тоже иди в аренду. Бруно Фернандеш. Вот, Ван Дебек. Мату мы продаем. Типа, вот, у меня уже есть два цапника хороших. Бруно Фернандеш и Ван Дебек. Мата мне не нужен. Андрес Пирейру я отдам в аренду. Хоть он и классный для какого-нибудь клуба. Действительно, он прям пригодится. Лингарда. Ну, друзья, все. Мне серьезно, мне надо. Решфорд слева. Также есть Еланга. Пока что пусть будет. Если будут какие-то, ну, лишние деньги оставаться, я тогда, естественно, найду замену. Ну, мне действительно здесь, видите, если Решфорд травмируется, то, что я должен 65-го, 18-летнего игрока выпускать? Нет. Поэтому давайте зайдем в работу скаутов и включим именно по позиции. Мне сейчас надо ОПЗ-шника, да, найти. Местность нет. На что обратить внимание? На общий рейтинг, естественно. И бюджет просто мы пропускаем. Деньги у нас есть. Теперь это прям такая классная карьера, которую я могу подписывать классных игроков. Надеюсь, мне это тоже будет симпатично смотреться. Ну, и все вроде. Так что пишите в комментариях, какие вы хотите позиции укрепить. У меня так, постоянно. Я сначала пытаюсь как-то избавиться от возрастных игроков у себя в команде. Вот сейчас я, например, Матича, Мату продаю. Вот. Предсезонка, глава 1. Вот это, кстати, впервые, потому что я за такой клуб. Могу я внести предложение, если Гринвуд примет участие в соревновании, это в какой-то мере поможет раскрыть его потенциал. Окей. Как я понял, надо теперь вместо Джеймса Гринвуда использовать. Так, вот это вот я выключу. Он мне мешает сильно. Так. 83, кстати, да, он остановится. Так что вот так будем. Будем вот так. Значит, ладно, Джеймса, если что, мы на скамейку запасных отправили. Что-то, я смотрю, у меня прям много игроков на замене. Например, мне не нужен Матич, потому что, ну вот мне вот этих ребят достаточно будет на скамейке. Ладно, там Перейры, если что, как раз еще выйдет. Вот. Сразу давайте проверим. Ну нет, на 4 единички все-таки единицы. Уменьшается у МакТоми на рейтинг, если он на опорнике. Ну ничего. Но все равно, вот Матич я, например, уберу. Есть там какой-нибудь у меня, ну вот Еланга, например. Почему бы и нет? На каждую позицию мне нужен на скамейке запасных. Пусть будет, если что, игрок. Ну и все. Ладно, этих мы уже возьмем тут. Мату, Перейру. Все. Вот такие мы сейчас будем играть составом против Баварии. Флик, тренер. Ну, так посмотрим по позициям. Ну, здесь, естественно, Бавария, она прям старт на таким составом уходит. У них есть Санэ сразу. Вот. Тьяго у них почему-то до сих пор. Тоже странно. Поэтому все. Ожидает забровка возможности выйти на поле. Но я понял, что да. Выйдет, значит, он сегодня. Предсезонный турнир. International Champions Cup. Бавария против Манчестера. Поехали. Итак, мы на стадионе Ньюсон Арене. На Сан-Сиру чем-то немного он действительно прям похож. Может быть, даже у Интера и у Милана он здесь так как и представлен домашним стадионом. Ну вот. Хотя бы теперь мы будем играть за такой классный клуб. Потому что у меня на канале карьерка. Ну вот за Зенит, за тренера, который сейчас ротор тренирует. За игрока. Вот. Там тоже, ну, за игрока вообще нет смысла ничего говорить. Там про бюджеты никакие. А вот именно теперь вот за Манчестер полная свобода в трансферной политике. Тоже будем смотреть все-таки. Покупать достойных игроков. Деньги, я надеюсь, у нас на всех будет хватать. Ну и пока что поиграем. С первых минут на нейтралочке, так сказать. И вот. И Марсиаль очень было близко сейчас. На первых минутах. Мог сейчас, конечно, Манчестерем этот забивать. Спокойно. Левандовский. Ой, Левандовский. Здесь у нас просто должна стена стоять на воротах. Давид Дехея прям в упор не пропускает. Сейчас будем смотреть еще на этот. Повтор здесь Санэ как-то пролетает. Ну вот Левандовский. И прям, ну, в грудь, мне кажется, Давид Дехея пробивал. Арбитр не свистит. Дает, дает время продолжить. Но это штрафной. Это штрафной. Зюли сейчас должен здесь желтый точно получить. И устный, я так понимаю. Да, устное предупреждение получает. Защитник Баварии. Подача сейчас будет от Бруно Фернандеша. А здесь что? Это штрафной еще? Серьезно? Сейчас со штрафного может у меня получится забить. Я не знаю, кто там прям хорошие у меня игроки в исполнении штрафных ударов в Манчестере. Здесь Ван де Бег. Ну да, здесь Эрнандес очень высоко сыграл ногой. Бруно Фернандеш подходит к мячу. Ну и по делу 86 у него штрафные. Но я надеюсь, что сейчас хотя бы получится. Хотя бы не в стенку. И там из стенки как-то мяч сейчас странно вылетал. Я бы сейчас на это тоже бы посмотрел. Ну и действительно, где-то там застрял в стенке. И будет угловой, я так понимаю. Да. Уже идет 49-я минута. Добавил арбитр всего лишь одну минуту. Но уже лишнего. Вон насколько переигрываем. Ноер потащил этот удар в упор от Марсиаля. Очень хорошо сейчас. Разыграли это прям угловой. Хорошая подача. Вот здесь Марсиаль. Но Ноер правой рукой мяч снова выбивает на угловой. Очередная подача. И снова Марсиаль. И со второй попытки мы все-таки забиваем. 51-я минута. Замечательно. Лишнего действительно переиграли мы в матче. И в тайме уж точно. Но 51-я минута. Два штрафных подряд. После этого привело к двум подряд угловым. И как раз вот с углового мы все-таки со второй попытки Марсиаль смог добить. Причем я не понимаю, как так? Никто не держал сейчас Марсиаля. Дважды подряд получилось подать на него. Первый удар правда Дноер потащил. Но здесь Антони Марсиаль забивает. Выводит нас вперед перед самым перерывом. 45 плюс 6. Я говорю 51-я минута матча. И вот здесь как сейчас классно-то кстати. Марсиаль сбросил на Джеймса. Шоу тоже здесь хорошо на Марсиале подал. Принял. Отдал назад. Джеймс здесь прям Алаба под него подкатывался. И будет удар от ворот. Хотелось бы, да, конечно, там с игры всякие комбинации попробовать. Но пока что, если мы видим вот 1-0, это тоже очень хорошо даже. И! И это 2-0! И забивает. Это уже Решфорд вроде, да? Маркус Решфорд. Отлично здесь. Провалилась оборона вроде Зюли. Из-под Зюли прям этот мяч прошел. Ну и забил Маркус Решфорд. Фернандес здесь на Джеймса. Вандебек увидел. Да-да-да, прямо из-под Зюли. Отличный мяч здесь как-то пролетел. И Решфорд мяч подобрал и пробивает. Очень филигранно. Безофсайдно причем. Как-то здесь затупил Зюли. И хороший удар от Маркуса Решфорда. Это 2-0. Сыграть на атакующих. Но ничего у них это не получается. 2-0. Победа Манчестера над Баварией. Марсиале и Решфорд забили свои голы. Поздравляем всех с первой победой Райана Гикса. В качестве тренера. Манчестера и Юнайтеда. И лучшим игроком является, естественно, Марсиаль. Интер минимально обыграл Феррентину. Но сейчас Манчестер и Юнайтед на первой строчке в нашей, так сказать, группе. И близится к тому, чтобы выиграть вот этот вот International Champions Cup. Итак, нам приходит сообщение. Погба изменил роли. Так. Трудяга ему дали новую роль. Ну пусть будет так. План игры давайте тоже посмотрим. Я не знаю. Вот здесь у Ленделеоффа упал прям что-то рейтинг. Ну именно настрой. Поэтому я бои попробую против Интера. Но Интер тоже интересная команда. Они вышли в финал Лиги Европы. Правда, проиграли Севиль. Но это все в прошлое, можно так сказать. Давайте с первых минут я выпущу все-таки Джеймса. Гринут, если что, выйдет. Без проблем. Поэтому. Играем мы сейчас с матч против Интера. Пока что скаут никого не может найти на позицию опорника. Но он нам, по крайней мере, и не нужен в нашей схеме. Так, да-да-да. Мне надо сразу это изменить. Потому что по ходу матча я это видел. Действия при атаке мне нужны по позициям. А то она гибкая. И я вообще не видел, где мои игроки. Просто бегали по полю. Все. Манчестер-Интер. Второй тур International Champions Cup. Поехали. Предсезонный турнир, друзья. В самом разгаре. Футбольный клуб Интер, который обыграл минимально Ферентину в первом туре, встречается против Манчестера, которые уверенно обыграли команду-обладательницу Лиги Чемпионов прошлого сезона. Сегодня... встречаются в очной встрече. Посмотрим, как команды, которые очень хорошо стартовали с побед, сегодня решат свои все проблемы на поле. И тоже будет интересно посмотреть, кто выйдет победителем из этой игры. Поль Погба сразу же на Бруно Фернандеша. Здесь прям срубают его. А вот здесь и Джеймс. Джеймс пробивает и гол. Какой гол забивает игрок сборной Уэльса. Я не знаю, добежит ли он до Гикса. Все-таки они оба представители одной стороны. Но нет. Джеймс побежал к микрофонам. И отлично. Девятая минута. Очень хороший удар. Джеймс в прошлом матче, когда вышел на замену в матче против Баварии, имел шанс забить. Но там удар у него срезался и не пошел прям. Вроде здесь очень хороший бильярдный гол. Еще из-под защитника пробивал. Вот здесь вот Тандеврай вроде, да, сейчас подкатывался. Нет. Кто знает. Гадин. Гадин сзади подкатывался. Все равно получается у Джеймса пробить. Пробитие уже есть. Бруно Фернандес с хорошим пасом сейчас. Ух, как Гринлуд поборолся. Гринлуд. Спокойно. На Игало забрасывает. Игало. Игало забивает это 2-0. Ильханданович не мог на противоходе его, скорее всего, поймал, потому что он как-то, Ханданович дальше пролетел. Еле сцепил мяч перчаткой, но все равно в ворота мяч залетает. И очень хорошо здесь поборолся Гринлуд. И вот тоже тренерская замена сработала. Гринлуд вышел вместо Джеймса. Игало вместо Марсиаля. И отлично сработали сейчас. Хорошая передача, во-первых, от Гринлуда была. Ну и Игало вроде как... Он здесь, да, слева ноги еще и пробивал. Не знаю, какая у него рабочая. Ну, гол шикарный. И Игало сейчас немножко заткнул меня. Про то, что я говорил, что надо его менять. Все-таки возрастной нападающий. Все. Со счетом 2-0 заканчивается матч. Радуется прям сильно так и Решард. Погба, значит, скорее всего, мы выиграли этот турнир, я так понимаю. И теперь уже матч против Феррентино ничего не оставляет. То есть ничего не решает. Поэтому я, скорее всего, сейчас буду полностью ротировать состав. Ни одного удара даже в створ не нанес нам Интер. Лучшим игроком стал Джеймс. 7,5 у него оценка. И Феррентино проиграла Баварии. Также минимально. Поэтому... Тут уже по очным, я так понимаю, встречам. Мы уж точно обгоним, если даже и проиграем Феррентино. Но я сейчас бы хотел действительно выпустить абсолютно второй состав. Почему бы и нет. Чтобы игроки у меня точно хотя бы посмотрел. Может быть, кто-то с такой даже, с таким командным духом себя по-другому бы показал. Вот Хендерсона выпускаю. Смолинга выпущу вместо Магуайра. Потому что Магуайр и Ленделев это прям основные игроки. Бали неплохо смотрелся, кстати, на поле. Долот играл уже, кстати. Выйдя на замену против... Как раз против Интера, когда играли. Выпущу вместо Шоу Уильямса. Вместо Пагбы я бы хотел видеть здесь прям на вот этой позиции Мактомины. Ну а нападение давайте вот наших Хуанамату. Мне кажется, рейтинг там не сильно должен упасть. Так, серьезно? Вы посмотрите, как сильно падает рейтинг, когда я хочу поменять. А если вот так? Ой-ой-ой-ой. Вы просто посмотрите. Ну давайте я не буду тогда Будну Фернандеша менять. Это что-то прям с чем-то. У него очень сильно падает рейтинг. У командного духа нашего. Даже Элангу, когда я выпускаю, то нет. Ну это значит все. Понимают. В старте еще и выпускают голову. Ну не так сильно. Но вот Бруно Фернандеша, я не знаю, что с ним делать. Серьезно? Вы просто посмотрите, как жестко падает рейтинг. Целых 13 единиц от одного игрока все это зависит. Просто нереально. Давайте посмотрим, если у меня действительно получится обыграть Манчестером и Фиорентину. То я там чуть попозже, но я выпущу в конце матча вместо Бруно Фернандеша матту, скорее всего. Чтобы все-таки тоже Бруно Фернандеш смог отдохнуть. И уже точно я понимал, что ни на что не повлияет вот эта вот замена. Итак, стадион Стадио Дель Тауру. Манчестер и Фиорентина против Фиорентины. Интереснейший матч. Ничего он не решает. Манчестер и Найтед добился, ну не сказать, что легких, но двух тоже интересных побед со счетом 2-0. Обе встречи, кстати, завершились против Баварии, против Интера. Ну и сейчас вот игра против аутсайдера этой группы, против Фиорентины, которая все свои два матча как раз проиграла. Они проиграли обе команды эти Манчестеру и Найтеду и выиграли обе, причем, ну так вот, 1-0. Но это не суть. Я сказал, я даю шанс всем играть. Фиорентина забивает. Куаме выводит вперед Фиорентину. Хотя там рейтинг и не сильно командный дух изменился у Манчестера. Вот если только я бы Фернандеша менял, тогда бы да. Но сейчас нет. Поэтому я в атаку даже сейчас пойду. Проигрывать тоже не хочется. И вот так вот Игало сразу же буквально, после того, как я поставил в атаку, да и после пропущенного гола, Игало забивает второй гол на турнире. Первый забил Интеру в прошлом матче. Замечательная голевая была. Вот Гринут, да и вроде сейчас он тоже Гринут отдавал на Игало. Сноровки пробить точно. А вот и Гринут. А вот и Гринут. И Гринут смог забить. Теперь голевая от Игало на его счету. Отлично. Мэйсон Гринут забивает ворота Фиорентины. Еще в первом тайме Манчестеру удается выйти вперед. Волевая пока что у нас победа. Проигрывая 1-0 сделали счет 2-1. Еще в первом тайме. Вот Гринут отлично здесь под правую ногу. Отлично с подкруточки. В шестерку мяч закладывает. И вот Франк Рибери не смог забить сейчас ворота Манчестера Юнайтеда. Но Мэйсон Гринут смог забить ворота Фиорентины. Вот наш молодой левый нападающий. И не забивает. Может сейчас Мата пушечкой какой. Мата. И с левой ноги в таком-то возрасте забивает 77-я минута. Хуан Мата делает счет 3-1 с капитанской повязкой. После того как Бруно Фернандо что мы заменили отдали на него капитанскую повязку. И очень классно. Суперский момент. И Хуан Мата забивает. Мак Томин первый сыграл на мяче и вынес. Все. Ну нет. Штрафной назначает. Это естественно сейчас будет гол. Здесь к гадалке не ходить. Нет. Стенка накрыла. И кто тут? Джакомо Бонавентура. Бывший игрок Милана не забивает. Попадает в стенку. Так. Фиорентина хоть мы и первыми пропустили. Что опять-то было? Мата опять что-то не так сейчас сделал. Покажите мне. Дункан. Ну. Он подает. А Мата здесь. Ну. Просто это игровой момент. Очередной штрафной. И я сейчас не знаю. Ну вот здесь может кстати Бонавентура шлепнуть. И что сейчас Хендерсон? Ты почему не потащил-то? Бонавентура со второй попытки с этого штрафного все-таки забивает. Я уже и встал даже на угол ворот в девятку. Чтобы если он не забил. Здесь еще как-то и Хендерсон. Вот что? Отбивает в свои ворота Джордан. Я не знаю как его зовут. Но просто фамилия Хендерсон. На 93-й минуте мы пропускаем. Я надеюсь все. Все да. Три победы из трех на претензионном турнире у нас. Обидно конечно что вот этот вот гол Джекамо Бонавентуры мы естественно пропустили. Но все равно получила команда свою практику. Пять ударов пять створ зато у нас. Семь ударов шесть створ у Фиорентины. Иголов лучший игрок сегодняшнего матча. Признан он. И Бавария все-таки победила Интерс счетом 4-1. И вот так вот выглядит турнирная таблица. После всего вот этого вот пройденного группового этапа. Больше я так понимаю матчей у нас не будет. Только вот уже матчи чемпионата. Итак, претензионка глава 2. В смысле глава 2. Болельщикам, журналистам очень понравилось. Когринут выступил на турнире. А, ну то что это именно по итогам претензионки. Я думаю сейчас еще какие-то матчи. Нет. Все. Смотрим. Опа. В Ливерпуль переходит в 8-7. А кто же будет теперь в Ювентусе там играть? Вот это вот странное решение было. Вот таких нам игроков представляет наш агент. Пьянич из Барселоны. Вицель из Баруси. И Фрэнки Де Йонг из Барселоны. Вот насчет Де Йонга я бы мог. Конечно. Но он не ОПЗшник. Тоже вот это вот обидно, что нам не нашли прям ОПЗшника. Ну да, вот двоих, но они оба возрастные прям игроки. Напишите в комментариях ваше мнение, кого вы хотите, чтобы мы подписали. Может быть вообще не Пьянича, не Вицеля, потому что Пьянича, кстати, мы можем, да, его подписать. Странно. Потому что он только же перешел в Барселону. Вот. Предлагайте своих игроков. Я тоже буду к ним прислуживаться. Ромеро у нас в Азе Алкмар собираются подписать. Но мы, естественно, будем за каждую копеечку там бороться. Давайте 2 миллиона, скажем, будет он стоить. Но все-таки 2,5 у него рыночная стоимость. Филла Джонса хотят купить в Аякс. Да, мы его выставляли. 6,3 у него рыночная стоимость. Давайте поднимем цену хотя бы до 6 миллионов 100 тысяч. Дальше. Тейлор. В арену в Blackburn Rovers. Без проблем. Как раз на сезончик. Команда из Чемпионшипа. Команда из Чемпионшипа. Что здесь можно? Ну, 200 нельзя. Давайте хотя бы вот 150 попросим. Стоимость трансфера на 30 тысяч подороже. Фосуменца хотят в Сангемптон забрать. Повторные давайте переговоры. Сангемптон вроде сейчас в АПЛ-ке же играет. Полтора давайте миллиона. За этот трансфер аренду Лейерда в ЛИЦ. ЛИЦ. Причем тоже же они вышли, кстати, в АПЛ. Поэтому. Так. Ну, вот тоже 2 миллиона. Почему бы и нет. Хотя Лейерт и Фосуменцаха. Вы посмотрите. Стоимость рыночная у Фосуменцаха больше. Но ЛИЦ больше предложили по стоимости. Чем даже тот же Сангемптон. Это очень странно. Но да ладно. Нам лишь бы деньги приходили по поводу этих игроков. И все. Остальных пока что никого не берут у нас. Так. Быстренько сейчас пробежимся. Тренерскую карьеру нам что-то сразу дают. Коллекция побед. А, ну что вот. Предсезонный турнир мы выиграли. International Champions Cup. Отлично. Я думаю, это просто как... А здесь серьезно. Это прям как турнир какой-то. Жалко денег. Наверное, за него нам не добавили. Так. Еще один трансфер в Ливерпуль. Теперь Корея переходит из Латсо. Тоже интересный. Переход еще. Скаут нам находит Сауля. Сауль тоже. Ну вот такого же примерно рода, как и Фрэнки Де Йонг. Вот. И мы видим, что и Де Йонг может на ОПЗ сыграть. У него там Ашка стоит. Сауль. Более мы видим разносторонняя личность. То есть он и на опорнике, на центре поля слева может справа в центре поля сыграть. Но вот здесь только Фрэнки на двух позициях. Поэтому я бы пока что присмотрелся бы к Саулю. Ромеро готовы купить за миллион девятьсот. Давайте принимаем. Все. Ромеро уходит. Наконец-то. Фил Джонс. Пять миллионов. Ну, тут что-то они прям многое решили избавить. Ладно. Тоже соглашаемся. Фил Джонс мне не сильно интересен как игрок. Как мем, да. Как мем это прикольный. Так. Суанси хочет у нас взять Мен Ги. Но я сдаю в начале сезона игроков только в течение года. В аренду и 200 тысяч фунтов. Вот. Тейлор. Отлично. По Тейлору у нас 150. Они согласны взять его в аренду. За 150 тысяч фунтов. Это отлично. Дальше. Здесь мы все посмотрели. Еще Фосу Мин Саха. Все-таки за миллион четыреста. Мы согласны отдать его в Саунгемптон. Потому что у меня Долот и Ван Бисако. Если что, есть. Лейерда. Ну, не захотели. За два миллиона. Ладно. За миллион семьсот. В Лиц. Он переходит на правах аренды. Галбрайта хотят взять его в Анже. В чемпионат Франции. Давайте мы миллион попробуем за него. Все-таки. Другой чемпионат. Мату хотят купить в Фулхэм. Но сейчас мы вот это вот первый трансфер. Который мы можем... Нет. Ромеро у нас первый трансфер. Поэтому. Давайте семь с половиной миллионов. Мы попробуем взять с Фулхэма. Два миллиончика добавим. Так сверху накинем. Вот. Пока что такие вот у нас дела. Ну и сообщения здесь это все то же самое. Вот такие пока что у нас дела. Дальше пока что продолжаем. Обязательно буду прислушиваться к вашим мнениям в комментариях. Ну и сейчас уже все. Первый матч здесь. Ну а пока что так. Еще кто-то. Караваев переходит еще в Ливерпуль. Кого-то прям сильно Ливерпуль скупает игроков. Только про них в новостях пишут. Мы еще вообще никого не подписали. Туанзеби хотят взять у нас в аренду за миллион четыреста и на полгода. Нет. Давайте на гол. На год. Вот. И что там. Ну и два миллиона. Не так уж и много. Менги. Так. Договариваемся еще. Голбрайт еще ведут переговоры. Фулхамом ведем переговоры по мате. Ну и все. Остальных игроков пока что нету. Ну и дальше переводим время. И сейчас как раз у нас вот будет матч с Весбромвичем вроде, да? Или с кем? Да, с Весбромвичем. Поэтому это уже будет в следующем выпуске. Мы стартуем с вами с этого именно матча. Сейчас пресс-конференция, так понимаю, должна быть. Ну что же. Возьмем хороший старт, чтобы легче завоевать титул. Все. Итак, всем понятно. Что тут у нас по новостям? Эскаланты из Латсо в Челси переходят. Каких всяких игроков они берут? Дальше. Менги завершились. Срок его аренды продлен. И плата его, стоимость трансера тоже мы договорились. За 200 тысяч фунтов он уходит в аренду. Галбрайт стоимость отлично. Анжи повысили до миллиона. И мы его тоже сдаем вот в аренду. Так что отлично. Потому что вообще у нас сейчас скамейка не опустела. Не опустела. Но отлично. За 7 миллионов мы хотя бы вот мату сейчас продаем Фулхам. Я не знаю, где там Фулхам они сейчас играют. Но, наверное, в премьер-лиге. Андерса Переру хотят взять в аренду. В Бенли. Но мы на Агат сейчас будем. Это вот так вот. Ну и во-вторых, что здесь? 4 с половиной. Давайте хотя бы миллиона за эту аренду. Все. Да, следующий уже матч. Поэтому вот на вашем экране все три матча, которые мы следующие отыграем. Два домашних против Вест Бромча, против Лестера. И выездной против Кристал Пелоса. Так что подписывайтесь обязательно, друзья, на канал. На мой новый еще игровой канал. Ссылочка на него есть в описании. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по выходным. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok